всем привет ребят это будет опять такое небольшое объявление в котором я хочу предложить бройлер жителям харькова но с одной просьбой это даже не условия просьба чтобы доставка была не прям на дом а чтобы все кто сейчас ну кто просил бройлера чтобы вы все приехали к одному к одной станции метро так будет проще потому что прошлая доставка я не из харькова и мне было очень очень тяжело по навигатору по находить все адреса потому что это такие адреса которые и там и проулки и просто дома под одним адресом не поймешь как к нему проехать какой подъезд я очень очень много адресов просто блудил вокруг одного дома туда-сюда еле по находил его всех кому у кого был заказ прошлый раз на индюков и поэтому очень прошу что мы вот едем на харьков нам нужно в центр мы едем по московским проспекту поэтому очень было бы удобно где-нибудь на пролетарской это старое название не знаете ли нам переименовали эту то есть эту остановку метро станцию метро или нет в общем где нибудь на пролетарской или где угодно по московскому проспекту хоть на машиностроителей или как там называется тракторный завод ну как то так я и в метро не сильно разбираюсь я имею ввиду где какая остановка но вот единственно это точно знаю пролетарской это вот здесь как раз в начале московского проспекта и было бы очень удобно брайлер к буду забивать а мы будем ехать в понедельник не завтра а в следующий понедельник сегодня сегодня какое число сегодня 12 завтра 13 то есть 20 20 сентября я буду в харькове бройлер весом около трех килограмм по цене 90 гривен за килограмм брали рок уже прям крупненький заказы принимаю в инстаграме и кто хочет бройлера пишите и мы с вами договоримся они уже прям хорошенькие им вот уже прям загонах тесно нужно нужно просто разгрузить загончики убрать самых крупных и останется посвободнее они хоть вы чистятся потому что хоть чистить хоть не чистить утром и вечером подстилается по утру чистится вечером еще подстилается тоже вот сейчас буду настилать немножко соломы и все равно они какие-то немножко грязноватые так что вот так все кто хотел и ребят пожалуйста пожалуйста не не нужно писать а можно мне завести домой я живу рядышком от московского проспекта это очень тяжело очень тяжело мне потому что прошлый раз просто на доставку индюков которых было совершенно немного девять штук а их заказала всего шесть человек я потратил около трех часов просто на то что я развозил эту птицу это несложно но это очень очень много занимает времени мне кажется что все покупатели которые хотят бройлера и по смогут приехать в одно место они потратят по 10 по 15 минут метро очень быстро перемещается и все потратят по 10 минут а мне чтобы развести бройлера нужно потратить три часа так что так спасибо за понимание если вдруг кто-то хочет бройлера жду ваше сообщение в инстаграм пишите сразу с номером телефона и количеством штук цена 90 гривен за килограмм в среднем один бройлер будет затягивать около 250 гривен пишите количество и номер телефона метро пролетарская как она сейчас называется я не могу сказать я посмотрю и в общем возле метро спокойненько встретились раздал бройлеров и поехал дальше по своим делам спасибо большое вот так ну а бройлерки реально то есть они разнокалиберные но при этом очень много крупных хороших таких 3 килограммовых здесь вот один так хекает завтра я хочу закоптить парочку в коптильне но я сейчас тренируюсь в копчении парочку закопчу как раз уберу вот этого который так тяжело дышит как будто подавился он дышит так давно он крупный поэтому уже его можно и убрать ну а бройлерков реально много здесь больше ста штук красавчики ну вот так да девочки я уже я уже управился всех покормил поели вы мои молодцы и риска перегуляла кнопок может спокойно вылазить из-за кончика я и делал сделал всего два укола больше ничего не делал у него все хорошо все в порядке веснушечка у веснушки поросята в животе ходором ходят прыгают все все тоже нормально пепа на тыквенной диете сыплю ей треть баночки треть вот этого стакана форма вот прям просто вот так и насыпаю ну 300 грамм с утра и с вечера съедает за день пол килограмма корма все эти цыпы бегают по дому мне знаете я снял ролик когда вот здесь была куча мышей и мне наверное человек человек 10 написала что это не мыши это маленькие крысята крыс у нас нет не только у меня на на во дворе а в селе нет крыс вообще ни одной крысы нету уже на протяжении наверное 10 лет то есть я не знаю где они делись но крысы ушли кто ноет кто ноет ты ноешь а чё ты ноешь чё ноешь эти ни в какую не хотят переучиться и спать на свободном пространстве мучаются вот здесь туляться вдвоем не вмещаются и все равно ложатся впритык жара и они все равно ложатся вот в кучу в отхожее место а туда входят туалет уже сколько пытаемся и их переучить туда лить спать но не в какую да овсяночка вы чокнутые девки да сейчас нужно еще гусям воды налить и все ребят и еще который раз который раз предлагаю петухов карликовых бесплатно кто живет в балаклеевском районе может хотите завести себе карликовых цыплят где-нибудь купите курочек приезжайте ко мне я вам бесплатно подарю петуха хоть вот такого кучерявого хоть бинтамку вот такого гладенького ну как хотите вот так потому что ну еще буквально может две недели и если я их никуда не раздам то их просто уберу но они мне не нужны они уже топчат курочек они мучают курочек поэтому их нужно убрать и о молодец летел из вот этих которые мне ну из посылки яйцо здесь уже тоже вон петушки кукарекают там три штучки два вот те петушка и вот это тоже петушок и они уже тоже и кукарекают я смотрю что уже тоже цепляются к курочкам так 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 поэтому ну нужно нужно карликовых карликовых уже убрать и вот тут еще тоже сейчас сюда заходить конечно тяжело чтобы не задавить курицу цыплятами они нервничают вот этих цыплят можно хоть и вблизи рассмотреть ночью потому что днем к ним не подлезешь и я вот не знаю будут они большие как мамка ну вот как курица обычная стандартно или маленькие как петька но который ее топтал потому что мне вот интересно эти кучеряшки но смотрите если вот карликовый который я и подсадил он в два раза меньше от этих пушистиков но эти пушистики тоже меньше чем вот эти которые не пушистые цыплята сразу видно это что-то будет среднее и куда мне их пустить к тем которые карликовые или во двор которые обычные чтоб обычные тоже в дальнейшем стали вот такие кучерявые интересные конечно это цвета ухи илюшечка это выглядит как курочка и он уже спокойненько с ними живет вот эти ее детвора почти сравнялась уже с ним ну в общем вот так все 11 здесь в порядке ну вот эти мне нравятся больше всего пушистики так вот так курочка так ты перестань грести цыплят вот так эти у этих тоже все хорошо но сегодня утром когда пришел их кормить не досчитался одного цыпленка думаю боже мой где он делся четыре штуки было осталось три а он просто выпрыгнул здесь же ни сетки ничего нету курица то не вылазит потому что цыплята сидят под лампой но я думаю что еще парочку тройку дней она уже будет выпрыгивать и их звать за собой а назад потом они не залезут потому что но ящик вот так высоко стоит на ящике нужно будет уже их садить на пол самому потому что когда они вылезут там на полу прохладненько и вот пришел сегодня 3 здесь а 4 просто сидит под этим ящиком а самому ему было холодного стенька видно что такой немножко был примороженный да вот так вот так все нормально форм стоит ой водичка стоит а цыплятки растут вот такие уже уже такие прям крупнички твой 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 вот так вот такие вот берет корм и рассыпает на пол смотрите хозяюшка показывает показывать детворе он берет и рассыпает опа мамочка какая хорошая да все всем большое спасибо за просмотр жду ваше сообщение в инстаграм если вдруг кто-то хочет ну все понедельник 20 числа если что увидимся но пока всем пока пока